всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале во первых хочу поблагодарить за донаты и что-то еще хотела сказать что я уже сейчас не помню но если вспомню обязательно в конце скажу сегодня мы с вами будем делать пятничный расклад в потоке я так понимаю вам он нравится я по крайней мере по комментариям это понимаю вот и я решила ну хотя бы раз в неделе делать такой расклад вот просто будем читать поток работа будем на колоде таро небо и земли и у нас не будет значит запроса вот что карты захотят сказать что я увижу то я вам и передам так позиции вы видите перед собой они есть тайм-коде в описании к ролику а мы с вами приступим итак позиция номер один голубенький камешек читаем ваш поток что нам сегодня карты хотят сказать так выпадает тройка мечей да здесь какие-то переживания здесь какие-то не знаете моменты вашей жизни когда вы сами себя ранить и какими-то мыслями своими может быть что-то произошло я не знаю некоторое время назад или вот прям ближайшее время и вы прокручивая в голове эту ситуацию как-то причиняете себе сами боль потому что тройка мечей это мечи у нас всегда связанные с мыслительным процессом и три меча которые пронзают сердце в принципе у этого сердца нету крови то есть боль она не столь физическое сколько вот какое-то знаете сожаление может быть огорчение скорбь такое ощущение что здесь слезы какие-то вот они внутренние здесь вы не физически плачете а здесь какая-то вот такая рано достаточно глубокая когда не проработан какой-то сценарий либо какая-то обида и вот вместо того чтобы как-то с ней разобраться не разбираетесь потому что либо не хотите либо устали либо это очень больно либо какое-то вот такое знаете состояние лучше к этому не касаться и вы как-то бережно это обороняете это место вот на своем коконе в своем сердце как-то вот своей душе но при этом знаете как-то вот слезы они внутри вам больно его такое ощущение что вот как только прикоснешься к этому чему-то болезненным внутри вас вот как эмоции до вырваться на наружу как слезы польются градом такое ощущение что какие-то накопленные эмоции от этого боль вздыхаю потому что выпадает десятка пендаклей это может быть что-то очень такое давние вашей жизни да то что дало какие-то корни вот так знаете хорошо как спрут проросло внутри вас укоренилась либо эта ситуация нам может касаться как семьи так и финансового какого-то вопроса то есть здесь такая давняя какая-то нерешенная проблема она уже знаете где-то в какой-то степени уже вы можете не помнить причину вы можете не помнить всю ситуацию какая она есть на самом деле но вот просто знаете какой-то след какая-то какие-то отголоски этого они присутствуют вашей жизни это когда ты стараешься прошло много лет и стараешься вспомнить человека лицо этого человека да вот глаза и вот что-то такое знаете расплывчатое ты помнишь этого человека а то есть в голове он у тебя существует но если присмотреться каким-то деталям то все будет как достаточно расплывчато не конкретно будись какая-то такая ситуация которая она долго длится это это не то что было когда-то случилось давно и там она осталась нет она вот как-то знаете вяло текущие присутствует ощущение знаете вот как тень человек идет от него отпадает тень и вот вы идете она идет то есть принципе она вам более какой-то вот вашего взаимоотношения с этой тени нет но она есть и вот от того что она есть вам нелегко от этого то есть вы как будто бы не можете избавиться и это касается семьи как я уже сказала либо это касается финансов либо вашего понимания знаете вот каких-то традиций взглядов на жизнь да вот вообще общее такое вот мировоззрение может быть вопросы ценности если это касается ситуация лично вас то здесь не бытовой аспект людей семьи и денег заработка а именно ваша ценность ваше восприятие вообще мира знаете вот такое ощущение что как будто бы я не то чтобы устал от мира а знаете сложно мне описать это состояние это вот безразличие что ли разочарование вот здесь скорее всего какое-то идет разочарование разочарование в себе разочарование в людях разочарование в мире вот ваших каких-то взглядов и вот вот здесь речь пойдет об этом что нам хотят сказать про это но здесь была знаете какая-то недавно конфликтная ситуация которая вот как раз таки вскрыла вот это может быть поскольку десятка педаклей у нас еще отвечает за фундамент да знаете вот ощущение того что может быть не было какой-то поддержки была какая-то ситуация вот вас не поддержали вот это вот разочарование какого-то такого знаете ну вот беспомощности что ли невозможности найти поддержку не для того чтобы кто-то решил эту задачу за вас а именно поддержка в плане понимания насколько вам будет тяжело здесь поддержка даже не словом а я не знаю такое ощущение что иногда вам просто очень хочется чтобы вас поняли но поняли не словесно когда он гордо я тебя понимаю нет а это должно быть как-то взгляде это вы должны увидеть это в другом человеке вы должны это ощутить что вас понимают иногда просто человек может сидеть рядом с вами и вы разделяете с ним тишину и вы понимаете что каждый может думать о чем-то своем но есть вот это вот близость есть вот это вот состояние когда да я могу не разговаривать но я знаю что меня понимают вот это внутреннее ясно знание того и четкое осознание понимания того что меня понимает вот здесь вот поддержка она глуб более глубина и такая она через ощущение идет и вот ситуация которая произошла папажу мечей какая-то такая знаете конфликтная может быть были сказаны резки как-то слова может быть что-то задело вас и она вот как этот вереница по цепочке до начала раскручиваться эта ситуация и всплыла вот то вот то чувство одно может быть не обязательно из детства идет но вот такое знаете она какое-то очень глубинное но очень болезненно и вы к нему не прибегаете каждый день чтобы знаете как опираться то что вот на мне никто не поддерживает от этого больно нет а здесь вот какая-то такая ранимость причем знаете она как-то связанная еще она идет в контексте какого-то философского понимания жизни то есть допустим если я не нахожу поддержку да то сразу всплывает и другие мысли по поводу того что а ты все равно один рождаешься в этом мире и проживаешь один и уходишь из этого мира один то есть потом какие-то вот такие вот философские мысли и не то чтобы они утяжеляют эту атмосферу они как-то они не облегчают общего состояния они не удручают с одной стороны не грузят ситуацию не омрачают ее но и не облегчает то есть как будто бы понимаешь какой-то вот бренность жизни что все что я делаю это бессмысленно вот что-то такое вот глубокое включает вас что еще о чем здесь еще речь пашкубков да здесь какая-то вот ваша родни масть появляется беззащитность да вот здесь эта ситуация она если ее раскручивать и вы продолжаете об этом думать она приводит к тому что вот я как будто вы знаете беззащита беззащитен перед какими-то жизненными возможно невзгодами да то есть я никак не могу повлиять на это то есть я хотел бы но я не могу и вот это вот незащищенность беспомощность ранимость вот эти вот все чувства как будто вы знаете вашего какого-то внутреннего ребенка нужда в плане того чтобы как-то окутали теплыми такими чувствами каким-то светом чтобы вы окутали своего внутреннего ребенка и он успокоился здесь вот этого все какое-то вот беспокойство мне сложно описать здесь конкретными словами дождями не показывают ситуацию как таковую а здесь мне показывают больше энергию состояния и она какого-то знаете философского порядка в плане что есть какая-то подоплека в этом что вы через это взрослеете это иногда бывает так сидишь не есть время о чем-то поразмыслить либо вы находитесь на природе либо просто прогуливаетесь и вот вы идете и вам навевает мысли например о красоте этого мира как устроен этот мир а как здорово что мы там я не знаю дышим живем на этой планете а вот что было бы то есть вот такие вот вопросы какие-то философские здесь вот это вот ситуация она направлена на то чтобы вы не только изменили свое мировоззрение она дает вам какая-то через эту боль она дает эта ситуация она дает вам понимание того как устроен мир и вы через это осознание меняете свои взгляды и и это касается ваших ценностей то есть например через понимание вот это вот бренности жизни до через понимание того что ну окей когда придет момент что там я не знаю наступит очень глубокая старость когда уже не будет столько сил и тогда останутся только какие-то воспоминания и мысли о том что ну окей а что ты сделал для себя например лично в этой жизни да что ты что ты познал для себя что осознал из это что ты берешь из этой жизни и вот эти вот моменты сейчас которые вы проживаете они как будто бы вам указывают на то чтобы вы что-то изменили в своей жизни прожили ее сейчас немножко иначе для того чтобы тогда когда наступит вот этот вот момент глубокой зрелости чтобы не было какой-то горечи того что что-то не прожил что-то не сделал чтобы исправить сейчас пока есть возможность да вот как-то через новые взгляды свои ценности здесь про это да башни говорит о разрушении а разрушением то того а что вызывает вас некий такой баланс вы человек которого бросает из крайности в крайность до подвойки пендаклей вот не умение балансировать да то есть либо здесь ощущение того что знаете вас как будто бы мотает в одну сторону то в другую а потом вы как-то отстраняетесь ходите позицию наблюдателя и находитесь пассивности ничего не делаете здесь вам нужно разрушить какую-то свою дуальность чем она связана она связана жизнью как таковой да почему нужно разрушить эту дуальность я не понимаю потому что она вызывает вас неуверенность знаете вот здесь ощущение того что они нужно вам ни о чем думать как говорится да нужно какая-то вот больше сейчас на данном этапе какая-то вот беззаботность да то есть ни о чем не думать хочется сказать а просто жить то здесь как будто бы смысл не в том чтобы в чем-то там разбираться в какие-то крайности просто знаете вот как-то наслаждаться а чем вам нужно наслаждаться потому что все эти сомнения размышления они вызывают у вас какую-то неуверенность ну то есть пробуждает вот эту вот тройку мечей вот эти горести какие-то разочарования может кто-то начинает заниматься самообичеванием так как не достиг того что хотел разочарование в своих каких-то ожидания что это могло бы быть что-то другое мог бы я как-то по-другому прожить а мог бы выбрать какой-то другой путь и вот эти вот разочарование они вас не приводят ни к чему хорошему то есть вам здесь поэтому и говорят что вам не нужно мыслить таком ключе вам нужно мыслить в ключе королеве кубков которая знаете как капризный ребенок то есть не держать какие-то горечи внутри себя а капризный ребенок выплеснула это забыл и пошел дальше то есть нужно было как-то энергии аккумулироваться внутри вас на и она нашла такой способ чтобы не знаю хочется поплакать поплачете забудьте идите дальше да то есть не надо как-то вот здесь не зацикленность а здесь какие-то знаете лишние размышления и мысли которые вы притягиваете на свое состояние а если вы находитесь в стройке мечей то однозначно мысли которые вы притягиваете они не будут о любви я счастье да они будет о мечовых каких-то состояниях и вам это не ни к чему не не приводит то есть не нужно с одной стороны урок здесь конечно же в том чтобы это увидеть и изменить как раз таки свое отношение к ценности взгляды свои изменить а с другой стороны как-то знаете вот ну не держать в себе не копить не копить в себе вот эти горечи до тройка кубков как-то вот более проще что либо то что я сказала что-то пришло прожили науки то есть не надо разбираться почему в чем в чем причина там что там плачу я какие-то кармические узлы и долги нет ну то есть не надо уже вам уже нет необходимости быть в этом вам уже есть необходимость быть в другой позиции пришло прожили отпустили к вот в этом уже сейчас ваша мудрость вот прошло то время когда вы в чем-то копались разбирались вам это уже не нужно сейчас уже этап по тройке кубков по рыцарю кубков когда вы уже выбираете на своем пути в своем движении кому вы этот кубок дадите да то есть как вы будете проживать здесь ощущение того что знаете вот как будто бы долги уже все отданы да и вы уже выбираете свой путь то есть если что-то с вами случается это не потому что вы какие-то кармические долги сейчас отдаете а это случается просто потому что случилось да споткнулись потому что вы были невнимательны не потому что где-то кому-то подножку ставили вот вы сейчас должны это прожить до причинно-следственной связи ни в коем случае сейчас просто нужно ну понимать того что что вы создаете сейчас на данный момент совет вам аркан мира знаете живите в единении с собой хватит собой бороться хватит собой как-то вот ругаться как-то себя осуждать говорить о себе не в очень хорошем ключе наоборот нужно прийти каком-то знаете единению спокойствию вот гармонии вам не хватает гармонии сейчас на данном этапе вам нужно поработать над тем что вы периодически входите в четверку кубка вы периодически входите вот в эту вот апатию какой-то такой знаете разочарование депрессивное состояние недостатка энергии вот вот эти вот упачки энергия они вам ни к чему не нужны то есть аркан мира говорит уединение единение это всегда просвет это всегда про высокие вибрации и вот вам сейчас нужно научиться жить в высоких вибраций в светлых вибрация неоднократно говорю в первую позицию о том что сейчас какой-то такой этап наполняйтесь светом не обращайте внимание на то что происходит внутри вас больше света вибрируйте этим светом наслаждайтесь прям наполняйтесь дышите этим светом я не знаю как вам объяснить слово свет но под ним я по крайней мере подразумеваю очень высокие энергии если простым языком то это вот доброта это открытость это чистота это не знаю вот какие-то вот самые позитивные добродетели которые есть в жизни каждого из нас вот выражение этого то есть не смотреть щедрость поддержка внимания забота вот все что хорошее есть все что позитивное вам нужно сейчас на этом делать акцент внутри себя это аккумулировать вот здесь про это так это у нас была первая позиция где у нас аркан мира перекроем позиция номер два красный камешек двоечки читаем ваш поток что здесь мне скажут туза мечей ваш поток и начинается с решительности вот у меня такое ощущение внутри внутреннего стержня до уверенности готовности принять какое-то решение готовность двигаться вперед может быть что-то вскрыть получение каких-то новых знаний здесь не воинственная энергия силы слова а и даже она не созидательного здесь вот какой-то знаете почему-то мне идет ровная такая осанка вот правильная осанка здесь речь идет о вашей внутренней силе а внутренней опоре что с ней вы сейчас работаете над своей какой-то вы знаете независимостью но независимость как как какое-то новое веяние нашей нашего времени я бы сказала больше здесь не про то что вы от кого-то там зависите а про самостоятельность про понимание своих каких-то способностей умений то на что вы можете опираться при решении каких-то вот ваших ситуаций здесь речь идет о том что вы как будто бы здесь однозначно двойки меняются то есть вот и стой мягкой податливый вот какой-то знаете из какого-то такого теста что можно было слепить сейчас появляется какой-то материал такой знаете более плотный как как каучук вот как каучук как как резина да она вроде бы мягкая податливая но при этом в ней присутствует уже какой-то вот внутренний стержень до опора и вот здесь с вами сейчас происходит вот такое преображение то есть уже не быть таким амебным да где-то в какой-то степени бескребетным человеком а человеком у которого есть свои собственные взгляды свои собственные желания какие-то намерения до человек который здесь вас как-то отпустила отпустила вот ушла какая-то эмоциональность появилась больше радости больше огненности проявленности меньше страхов в общении в коммуникации здесь идет становление вас по королеве жезлов но при этом вы не теряете свою интуицию вы не теряете свою мягкость вы не теряете свою вот эмпатичность и вы ее не закрываете вы наоборот как-то просто здесь идет раскрытие вас вашего потенциала как-то по-другому как же вам объяснить то это по-другому ушла по семерке мечей и по императору ушла вот это вот ваша хитрость в плане того что кто-то должен взять за меня ответственность кто-то до кого-то я должен либо должна опереться здесь вы опираетесь на себя это не значит что я не могу положиться ни на кого вот только я все сам я все сама нет здесь не про это а здесь про то что даже когда вам необходима помощь либо вам нужна какая-то поддержка вы с легкостью можете они попросить вы с легкостью можете там я не знаю передать какие-то свои полномочия другому человеку если это касается профессиональной сферы либо там если это в семье попросить какой-то поддержки но вы это уже делаете не и состояние знаете какая-то стеснительность скромной застенчивость такая найти формате подачек ну если хочешь помоги вот нет здесь уже какая-то такая более взрослая более зрелая позиция в плане того что да я понимаю что мне нужно сейчас обратиться за помощью куда-то либо кому-то и да мне может быть не совсем комфортно но окей в этом нет ничего такого страшного да то есть но мне откажут таки раньше вы бы это переживали вот очень думали с бренша были бы страхи то есть очень много кубковости очень много воды а сейчас уже присутствует какая-то зрелость еще вот вы вы поменялись вы поменялись в чем именно вы поменялись пятерка кубков и король пендакли вот вы стали более устойчивым человеком до человеком который смотрит по королю пендакли больше своем заботиться о своем уюте да то есть человек который в первую очередь заботится о себе о том чтобы как-то знаете быть быть в благости для себя в первую очередь чтобы не сокрушаться о том что вы где-то что-то у потеряны где-то что-то утрачено нет здесь больше да и аркан силы вышел больше стали обращать внимание на себя чувствуется здесь что уже научились и говорить нет пускай не всегда но в большей степени у вас уже получается не в большей степени где-то уже включаете какой-то такой знаете вот пофигизм где-то уже меньше по и боитесь показать себя проявить себя то есть если раньше в компании где-то сидели в уголке либо как так опирались на какую-то колонну в помещении до чтобы вот вас никто не заметил это сейчас если с вами заговаривает вы уже не стараетесь куда-то убежать а очень прекрасно входите в коммуникацию по осознавая то что но ничего страшного просто со мной поговорили да это не надо сразу включать что а что этому человеку нужно от меня а может быть у меня там будет использовать либо причинит мне какие-то то есть вот эти вот мысли они уже уходят что еще вам говорит поток о каких-то ваших воспоминаниях либо это были ваши мечты по шестерке кубков из прошлого по поводу того как вы можете стать заботливый такой вот королева педакли здесь был король педакли королева педакли ощущение того что знаете у педакли вы их у педакли вы пары что у короля у и либо у королева у них есть какие-то обязанности либо какие-то обязательства договоренности эта пара которая создает свой тандем на основе взаимовыручки да то есть есть какая-то выгода и это выгода не обязательно в негативном понимании что вот я тобой пользуюсь нет а в плане того что у нас есть договоренности мне это я тебе что-то взамен да какие-то такие товара денежные договоренности но они в позитивном ключе я не вижу чтобы здесь было что-то такое вот негативное опять-таки скажу хитрость обман нет здесь такого уже нет вы уже больше ищетесь как-то знаете вот приземлились заземлились и уже ищете и выстраиваете свою жизнь и свои взаимоотношения какие-то договорные такие партнерские если правильнее сказать партнерские они могут быть и не на равных да потому что вы не всегда еще можете проявить себя на равных с другим человеком где-то вы возвышаетесь если чувствуете оппонента ниже вас либо наоборот вы ощущаете себя менее значимым менее важным и автоматом даете свою силу и влияние возможность влиять другого человека на вас то есть вот эти вот моменты неравенства они прослеживаются но в любом случае здесь позитивный момент то что вы уже не держите в себе более держитесь увереннее чего это касается с одной стороны это может касаться детей с другой стороны это может касаться лично вас либо профессиональной вашей сферы до дальнейшего вашего пути здесь скорее всего то как вы двигаетесь дальше по жизни чувство того что единожды вы победили в какой-то битве вы словили это состояние она вам понравилось она она вас как-то наполнила вот это вот удовлетворение что я победитель это возможно в каком-то диалоге может быть какой-то ссоре вы смогли высказать свою точку зрения человеку который был для вас авторитетом на очень важным значимым вы не побоялись и не то чтобы вы как-то справедливость была в этой в этой в этом диалоге на вашей либо в этой полемике на вашей стороне нет ну вот иногда бывает так знаете держите копите копите что-то в себе а потом вы махаете так это махнете рукой на это горда ладно я скажу и будь что будет вот вы знаете как будто бы сказали просто из того что перестали бояться и а грусть бы ничего не произошло до человеку не понравилось но вам от этого не стало хуже а наоборот какое-то облегчение камень упал как-то с плеч и вот здесь вот это чувство облегченности что да я могу говорить да у меня есть право и я могу не нравится и мои слова могут ранее другого человека но что поделать да то есть я не могу молчать все время и вот этого то что мы из чего начали расклад с туза мечей и королевы жезлов это и дало вам вот этот вот толчок вы знаете когда человек вкусил этот попробовал вкус успеха да то есть ему это так понравилось и это как ну своего рода наркотик я хочу еще да то есть а что так можно было жить да так можно жить не вот вам эта модель понравилась и вы постепенно постепенно начинаете соответствовать ей вот здесь вот речь идет о том что это становление вас и вашего дальнейшего движения по жизни вперед более такое успешное более облегченное по солнышку то что вас наполняет эмоционально и я могу сказать что вы здесь как будто вы знаете вот кайфуете от этого состояния что как хорошо да то есть просто сказал то что думаю да сказал высказал свою точку зрения это может быть не обязательно ссора еще раз скажу это может вы находитесь в какой-то группе там я не знаю фейсбуке они еще фейсбук у вас закрыт а я знаю в контакте в любой соцсети да то есть раньше вы возможно и думали а могу я комментировать а насколько это уместно будет или нет не сейчас просто прокомментировали и окей ничего такого негативного не случилось да а раньше вот вы бы и думали переживали на это счет здесь проект такой у меня был поток сегодня у меня поток идет такой знаете больше философского склада того что происходит с вами нежели какой-то бытовой так позиция номер три зелененький камешек троечки читаем ваш поток вам что скажут здесь такой момент по семерке педакли когда я смотрю как то вот на разбитую какую-то чашку и вот сижу и думаю даже не стою а сижу и думаешь что же мне теперь сделать заклеить ее чтобы она была так как раньше что в принципе это реально это возможно либо пойти купить новую то есть переживать мне на этот счет либо махнуть рукой сказать да пошло но ничего страшного да это просто была чашка кофе да она была любимая кружка либо чашка ну окей будет что-то другое тут какое-то здесь такое состояние когда не то что вы выбираете а в состоянии пассивности здесь знаете как книги такой состояние меня ошарашили вот в ошеломлении неком вы стоите и смотрите на ситуацию и вот это вот внезапность которую вы что-то узнали либо что-то произошло вот в этом состоянии знаете как-то вас ошарашило и вы вошли окаменели и вошли в некий такой ступор при более нормальных и менее кризисных моментах вы бы как-то вот начали действовать то есть на там накричали стали бы взяли бы веник с лопаткой стали совком начали бы убирать эту чашку то есть вы бы как-то поступили иначе а сейчас вот это вот некое такое оцепенение окаменение а что делать то есть это настолько вот внезапно было для вас хотя ситуация внезапная но она не новая вашей жизни здесь не что-то такое неожиданное то есть это как будто бы предсказуемо было бы вы рано или поздно знали что ну такой вариант тоже может быть здесь ощущение того что вы на чем над чем-то долгое время работали а сейчас вот как-то знаете остановились и смотрите на этой а нужно ли она мне не нужно вот почему вы остановились вот это вот внезапный момент то что вы предполагали что такой момент тоже может быть да но вот сам факт того что произошла какая-то остановка и вы оказались по двойке жезлов перед выбором каким-то как вам дальше двигаться то ли продолжить то что есть сейчас то во что вы вкладывались а то ли выбрать что-то другое и причина здесь включается в том что вы как-то для себя неожиданно открыли перспективы чего-то большего то есть вы увидели что у вас есть не только два варианта в плане выбора на самом деле возможностей намного больше и здесь вот такое чувство что знаете как будто бы оставить то во что я вкладывался долгое время как будто бы жалко а с другой стороны вот то во что вы вкладывались это настолько мелко по сравнению с теми возможностям перспективами которые вам и открылись например вы как будто бы на своем рабочем месте желали карьерного роста и долгое время вкладывались сделали какие-то проекты правильно выполняли свою работу а потом как-то в какой-то момент я не знаю может быть познакомились с каким-то человеком и он вам допустим приложил прекрасную возможность должность за границей и вы понимаете что вот здесь каком-то своем маленьком городке я там не знаю 10-15 лет работал работала для того чтобы там стать начальником да и у меня не получалось были какие трудности а тут вдруг неожиданно открывается перспективы помимо того что заработает там я не знаю где-нибудь за границей и еще плюс ко всему вот этот вот не знаю какие-то вот перспективы реализовывать какая-то вот компания она такая большая и реализовывать хочешь на этом месте работы хочешь на этом месте работы хочешь вот такие свои идеи воплощая хочешь вот такие то есть только много возможностей и здесь вот как-то удивило вас вот я говорю ошарашила и а что можно вот вот так то есть а это было очень удивительно для вас то есть вот в этой ситуации здесь поток показывает что вы как будто бы удивились насколько вы мелко брали по сравнению с тем что можно было то есть представьте маленький какой-нибудь там населенный городок я не знаю ну пускай 20 тысяч населения и вдруг неожиданно мегаполис на миллионник какая разница в масштабах а вот здесь точно такая же разница ваших каких-то возможностях перспектива и вот здесь вроде бы все одно и да нету здесь уже ну то есть я понимаю что здесь развития нету в этом городке уже вот но это такое родное я столько сил в это вкладывал ним здесь сложно это как будто поставить но там это новое это что-то масштабное ну как-то пугает она чужое она еще не близко мне но там есть перспективы и вот здесь вот это вот ощущение сейчас что делать как быть и вот в этом что делать как быть появляется луна появляется здесь нету страхов здесь есть знаете какое-то чувство жалко оставить как-то знаете вот как-то родное это как будто бы не знаю домик в деревне где вы выросли где очень много воспоминаний где какой-то вот с ваше былое прошлое и вдруг неожиданно вам дали возможность я не знаю снимать картиру либо какой-то пентхаус я не знаю в огромном городе миллионники вы понимаете да я буду там жить там возможность работы большего заработка качество моей жизни изменится но там будет другое а здесь мое родное но здесь нету развития вот вы стоите на этом перепутье понимание того что не знаю какой такой вот у вас сейчас момент понять еще по луне кто есть друг а кто есть враг может быть здесь такой даже момент что вы столкнулись тем что то здесь не про предательство а здесь как будто бы вы посмотрели на своего друга и поняли что оказывается он не не друг оказывается он не хотел мне добра оказывается вот за этой маской дружелюбия скрывалась какая-то своя собственная выгода здесь такие моменты тоже могут быть появилось ощущение по тузу кубка вы знаете как-то эмоциональная наполненность и желание углубиться в себя вот познать как-то себя и вот это вот познание себя она не про то созидание когда я сижу и медитирую что-то узнаю нет она познание себя в рамках глобальности мира да то есть через путешествия какие-то дат вот я езжу по разным странам городам смотрю разные культуры разные кухни образы там не знаю в одеждах его через это я понимаю кто есть я понимаете то есть вот какие-то зеркала внешнего мира но они такие вот это не в плане того что я поговорил с другим человеком да и я как-то вот о себе узнал чем я наполнен здесь у меня идут масштабы очень большие масштабы по сравнению с тем что у вас было прям вот очень прям сто крат намного больше и вот здесь удается вот этот вот шанс как-то вот познать себя еще расскажу здесь нету полу не страха а вот чувство жалко я не знаю как его объяснить ну жалко оставить все-таки какое-то свое да родное это знаете вот иногда живешь человека много-много лет и говоришь ой блин вот это меня не устраивает это не устраивает и когда возникает возможность там я не знаю развестись расстаться и встретишь что-то другое то есть появился другой человек твоей жизни вот прям человек идеал тот который ты хотел и вот тебя вроде бы к нему тянет а ты сидишь и думаешь блин да он идеальный но чужой у новый я его не знаю а здесь да он как-то нудный ну вот и вот негативные какие-то моменты присутствовал его характерно я знаю этого человека то здесь я знаю как справляться вот здесь какая-то такая энергия идет что еще хочешь зачем нам поток это показывает что что хочет это связано с вашим дальнейшим движением о шестерке жезлов о чем здесь движение о двойке кубков гармонии а слияние а союзе а понимание взаимодействия с миром уже на основе того что как тут более гармоничное такое взаимодействие что ты даешь и что ты принимаешь о другом формате коммуникации вот она шестерка жезлов и шестерка педакли выпало да а взаимодействие с миром здесь идут моменты как будто бы раскрытие вас в плане каких-то новых возможностей в коммуникации и вообще взаимодействие с миром здесь идут какие-то глобальные перемены сказала глобальные сначала вытащила королева мечей а потом колесо фортуны здесь идут глобальные перемены о чем эти перемены короля кубков это идет перемены связанные с вашим эмоциональным планом что в эмоциях у вас меняется меняется десятка кубков меняется ваша как-то знаете наполненность здесь появляется больше уже позитивных таких аспектов я помню тройкам говорила долгое время смерть дьявол эти перемены там по-моему года два с лишним шли эти трансформации здесь вот ощущение что вы уже вышли из своих трансформаций чем некоторое время назад вот и как будто бы ну заново учитесь проживать свои эмоции здесь выпадает девятка мечей о чем у вас тревожность тревожность у вас по поводу связано скорее всего с королем мечей здесь тревожность по поводу того что вы разучились выражать свои эмоции вы разучились их проживать и вот долгое время скорее всего как-то сдерживали себя закрывались возможно где-то ставили логику и разум выше своего сердца а сейчас вы столкнулись с какими-то новыми переживаниями с новыми ощущениями новая гамма красок жизни и здесь вот ощущение того что как будто будут крышу снесло до эмоции захлёстывает прям вот очень сильно почему с чем это связано семерка кубка вот опять с какими-то знаете возможностями какие-то возможности у вас открылись и вас вот от эмоции от проживания там я не знаю от радости счастья к каким-то тревогам вот мне сразу такое появилось ощущение какой-то суеты знаете когда перед отлетом например там едете прежде чем поедете в аэропорт начинаете суетиться бегать так паспорт взяла там не знаю сумку взяла зарядку на телефон взяла вот это взяла знаете вот эти эмоции и предвкушение и тревоги и волнения и не дай бог ничего не забыть и и зачем мне вообще это надо мне так хорошо было спокойно и чего я на придумала куда-то поехать мне теперь дискомфорт вот вот это вот все вот это это настолько для вас новая вот эти вот все переживания волнения что по королю мечей и это хочу попробовать и это хочу попробовать и все хочу попробовать и не знаю с чем это связано что у вас такое здесь произошло но вдруг неожиданные вот эти вот перспективы они действительно сносят вам крышу о том что все хочу попробовать и причем хочу попробовать сейчас и все я это хочу успеть и я не что выбрать потому что мне нравится все это как заходишь в магазин со сладостями да там и такой тортик и такие пирожные и это хочу и это хочу и и мне это нравится ощущение маленького ребенка попавшего в игрушечный магазин которые кроме самодельных игрушек из тряпочек и там я не знаю цветочков который делал куколки ничего другого не видела вдруг вот это вот разнообразие не знаю что выбрать это как а у кого есть собаки когда они выходят на улицу они прежде чем если их не не обучать для них улица это что-то такое лакомый какой-то кусочек потому что все эти запахи которые присутствуют в доме даже если это частный дом они уже известны вы когда собака выходит на улицу она как будто бы знаете постоянно везде начинает нюхать потому что это новые запахи и и как-то вот эмоциональный фон возбуждает она очень взбудоражена да и вот здесь что-то такое все возбуждает это все новое и я все это хочу здесь хочу взять совет что вам говорят карты а аркан суда здесь идет перерождение прошлое уже завершено окончательно поставлена . здесь идет перерождение и четверка мечей мне четверка мечей всегда выходит как как смерть вот здесь идет перерождение перерождение либо рождение вас заново и ваше дальнейшее движение да то есть рыцарь мечей шестерка мечей вы идете в новое куда новое в четверку жезл что-то такое стабильное но при этом праздник это при этом то что из на вас будет наполнять вот вы идете как будто бы стали знаете более позитивными в так скажу и вы своим позитивом притягиваете новые возможности это как вы все время смотрели черно-белый фильм а потом вам не знаю почему я вспомнился где-то в 60-е года там 60-х по-моему либо 70-х появились цветные телевизоры это было вот новое открытие как это черное-белое картинка превращается в цветное и это и это и вот все бегле смотрели как а это вот здесь что-то такое что дорогая появилась в то новое куда вы пошли поэтому совет вам здесь нет какого-то это просто идите вперед а в это новое в это новое рождение пробуйте наполняйтесь то есть наслаждайтесь что можно сказать что можно сделать там не знаю в игручном магазине в котором вы никогда не были либо вот вы попали в лунопарк а там вот эти вот все аттракционные это хочу это хочу что вам сказать не идите на это как не пойти если туда тянет дел делайте то что хотите то есть здесь вот важно попробовать вот для вас это сейчас важно попробовать это новые впечатления они вам просто необходимы вот такой был у меня сегодня расклад и третья позиция пятничный позитивный вышел расклад потоки пишите свои комментарии я так и не вспомнила что еще хотела сказать до в самом начале но в любом случае пожелаю вам прекрасных выходных всего вам самого наилучшего всем пока пока